Варя больше ни слова. Охотники рядом с ним кричали ему, чтобы он остановился, но он полностью игнорировал их и думал только о том, чтобы спасти своего друга от рук этих зверей. Увидев такую сцену, капитан Охотников немедленно последовал за Дуки, опасаясь, что тот столкнется с какой-нибудь опасностью. Гигантские эльфы проворно пробирались сквозь джунгли, и Дуки различал следы на земле. Пробежав некоторое время, он, наконец, догнал солдат. Все игроки в данный момент размахивали оружием, чтобы расчистить участок земли. Они готовились создать мини-крепость. В соответствии с требованиями их миссии и приказами армии они должны были встретиться с туземцами и создать опорный пункт рядом с племенем для будущих коммуникаций. Хэм. Приближается форма жизни. Бешеный меч взмахнул клинком, чтобы срубить дерево, и его радар засек присутствие Дуки. В данный момент Дуки сидел на корточках в кустах, совершенно не подозревая, что его местонахождение уже раскрыто. Он нагляделся и увидел зверей, одетых в металл. Он сразу же заметил Роза, который был в данный момент окружен, и его лицо расплылось в улыбке. Ха. В следующее мгновение Дуки взмыл в воздух и приземлился недалеко от Роза. Затем он бросился вперед и нацелил свое копье в нижнюю часть тела металлического зверя, чтобы начать атаку одним ударом. По. Его деревянное копье мгновенно разломилось на две части. Солдат легонько пнул его ногой, опасаясь, что он может убить туземца и провалить задание. Однако в глазах Дуки этот удар был настолько быстрым, что он не успел среагировать. Он поднял свой щит, чтобы блокировать удар, и непреодолимая сила обрушилась на его щит. Бум! Деревянный щит взорвался и разлетелся на щепки. Тело Дуки отлетело на несколько метров, и в его руках появилась острая боль. В груди у него была тупая ноющая боль, и он не мог сдержаться, и его вырвало желудочным соком. Он лежал на земле и не мог подняться, глядя на нападавшего со страхом и недоверием. Не убивайте его! Он мой друг! Роза вскрикнул и посмотрел на Дуки. Зачем ты здесь? Кхе-кхе я здесь, чтобы спасти тебя, слабым голосом произнес Дуки. Он был всего лишь обычным существом, но его пнул воин класса С. Единственная причина, по которой он был жив, заключалась в том, что другая сторона использовала только один процент своей силы. Ох, мне не нужно, чтобы ты спасал меня. Они пришли не с дурными намерениями и являются моими друзьями. Поторопись и уходи. Затем Роза беспомощно взмолился к воинам армии. За этот короткий промежуток времени он уже успел ознакомиться с общей ситуацией. Хотя было много слов, которые он не понимал, это не мешало ему понять, что у другой стороны не было никаких плохих мыслей. Услышав, как Роза уговаривает его вернуться, Дуки, лежавший на земле, поднял голову и увидел, что Роза разговаривает с неизвестными существами на каком-то странном языке. Роза не подвергался никакой опасности и не нуждался в спасении. Роза получил ответ и с радостью сказал. Я просил за тебя, и они согласились отпустить вас. Поторопись и возвращайся в племя. У меня все хорошо, и тебе просто нужно дождаться от меня новостей. Пожалуйста, не делай больше никаких необдуманных шагов. Пусти меня. Дуки повторил эти слова снова и посмотрел на Роза со сложным выражением лица. Как будто он по-новому понял этого своего доброго друга, которого с юных лет никто не принимал. В сердце Дуки появилось чувство поражения, и он крепко сжал кулаки. В этот момент, наконец, появился капитан Охотников, и он настороженно посмотрел на солдат. Увидев лежащего на земле Дуки, он был крайне удивлен. Затем Роза поспешно окликнул его и объяснил ситуацию. Капитан Охотников поддержал Дуки, который временно потерял способность двигаться, и ушел. Роза посмотрел на их уход и вздохнул с облегчением. Множество различных войск высадило с неба и вступило в контакт с племенами, разбросанными по всей планете. Гигантский боевой корабль, спустившийся с неба, был подобен спуску небесного существа к гигантским эльфам Пангуруса. Тишина в их жизни была нарушена, и все туземцы смотрели на спускающихся чужаков со страхом и настороженностью. Члены армии устанавливали оплот рядом с племенами и выбирали одного или нескольких представителей от каждого племени. Этих представителей учили пользоваться переводящим устройством, чтобы армия могла общаться с ними. В то же время Хансиани позволил остальным оставаться без дела и отправил отряд горняков в различные богатые ресурсами места. Они начали строить новую базу и приступили к добыче полезных ископаемых. Большие участки леса были вырваны с корнем и заменены холодным металлом. С большим количеством рабочей силы под его руководством, Хансиани нужно было принимать меры лично. Ему нужно было только командовать операцией из флагмана, чем он лениво и занимался. Ваше превосходительство, Blackstar, вы открыли богатую ресурсами планету, на которой есть редкие материалы. Синяка из династии был вне себя от радости, когда узнал эту новость. В этот момент большинство сил все еще исследовали первую звездную зону, и большинство богатых ресурсами планет, которые они обнаружили, содержали только обычные ресурсы. Было крайне мало планет, стоимость которых превышала 6 миллиардов ина. Планета Пангурус была самой ценной планетой, которую они обнаружили в первой звездной зоне на сегодняшний день. Да, я уже обновил информацию о планете в базе данных. На планете живут туземцы, и мои люди поддерживают с ними контакт, сказал Хансиа. Синяка на мгновение задумался, прежде чем сказать, тогда добыча полезных ископаемых на планете будет передана вам. Я пришлю команду, чтобы помочь вам. Согласно правилам, Хансиа мог временно пользоваться правами на добычу полезных ископаемых на планете, которую обнаружила армия Блэкстера. Но если планета будет обнаружена силами династии, союзники династии будут иметь ограниченные права на планету. Таким образом, единственный способ максимизировать их выгоды, это вести на планете добычу, которую они открыли. Войска Синяка были его товарищами и соперниками. Поболтав немного, Хансиа прервал связь и открыл интерфейс. Несколько уведомлений выскочили из главной сюжетной линии миссии «Мерцающего мира». Его открытие богатое ресурсами планеты и местной цивилизации наградило его довольно большим количеством очков исследований. Игроки, которые последовали за ним на планету Пангурус, были теми, кто получил самые большие награды среди игроков. На форумах игроки, которые исследовали разные планеты, начали демонстрировать свои собственные очков исследований. Тем не менее, они чрезвычайно завидовали очкам исследований, которые получили игроки на планете Пангурус. Больше всего мы можем заработать, только следуя за нашим командующим армией. Эх, какая жалость! Большинство слотов для следования за Блэкстаром были отданы крупным гильдиям. Мне не удалось вырвать оставшиеся слоты, потому что я был слишком плох. Хотя игроки отправились исследовать различные планеты, они все еще могли общаться друг с другом через форумы и обмениваться между собой информацией. Среди игроков, которых Хансиа взял с собой, было много игроков из различных клубов, и многие из них являлись профессиональными игроками. Закрыв интерфейс, Хансиа посмотрел на светящиеся точки на карте, которые указывали на присутствие его войск, и спросил, как продвигается их контакт с туземцами. Кто-нибудь сопротивлялся? На планете более 10 тысяч племен, а население расы гигантских эльфов Пангуруса составляет около 10 миллионов. Наши воины использовали тактику запугивания, чтобы вселить в них страх и, таким образом, временно у нас нет никаких ранений. И, кажется, есть несколько случайных смертей, но их число не превышает сотни. Хансиа ответил кивком головы. Боригены этой планеты все еще находились на начальной стадии развития, и их население было небольшим. Меньше сотни смертей при первом же контакте, все еще в пределах допустимого. Пусть наземные войска успокаивают эти племена и медленно обучают их. Это только первый день, и это будет долгий процесс. Скажи нашим людям, чтобы они не стремились к успеху. Даже если туземцы будут сопротивляться, они не причинят нам большого вреда. Постарайтесь не обращаться с ними с применением насилия. Даже если никто не сопротивлялся в настоящее время, это не означало, что никто не будет сопротивляться в будущем. Уземцы еще не поняли, с чем им предстоит столкнуться. Однажды некоторые из них будут сопротивляться из-за своей любви к планете. К счастью, туземцы были слишком слабы, и их возмездие было бы бессмысленным. Это также было их спасительной благодатью. Хансиа знал, что есть несколько местных цивилизаций, которые едва могут достичь уровня звездной системы в звездном скоплении Рено, и с ними было гораздо труднее иметь дело. Если Земля кровопролития встретится с этими цивилизациями, им придется какое-то время помучиться. Обучить кучу туземцев потребует много времени. Эта работа займет несколько десятилетий или даже столетий. Хансиа, естественно, не мог оставаться на одной планете так долго. Он только закладывал фундамент и собирался передать династии работу по воспитанию туземцев, когда они прибудут. Ему нужно было только оставить немного сил для шахтерских работ, и он мог отправиться исследовать другую планету. Представители племен вернулись к своим племенам с доброй волей армии Блэкстера и передали сообщение, что армия Блэкстера не намерена причинять им вред. В то же время они привезли с собой семена нескольких различных культур, подходящих для климата планеты. По заверению представителей, раса гигантских эльфов Пангуруса больше не испытывала такого страха перед своими гостями с неба. Преодолев свой страх, они не могли не испытывать любопытства к этим гостям. Каждая крепость рядом с племенем выполняла функцию школы. Школа была открыта для аборигенов, и поскольку переводчик собрал достаточно информации о языке местных жителей, они могли нормально общаться. Было несколько более смелых туземцев, которые даже пытались учиться в крепостях. Крепость научила их различным жизненным навыкам, в том числе земледелию и ремеслу. Они также раздавали семена и пищу бесплатно, и некоторые из туземцев вернулись после обучения в крепости, чтобы основать свою собственную плантацию. Благодаря этому процессу различные племена поняли, кто такие эти гости, спустившиеся с неба. Они узнали о существовании армии Блэкстера и Багровой династии. Члены армии передавали туземцам некоторые базовые знания и историю армии. Туземцы не могли поверить, что в небе живут такие могущественные организации, способные легко перемещаться по вселенной. Все превзошло их знания, и существование армии Блэкстера казалось им чудом. В племени чистого потока жизнь Роза становилась все лучше. Став представителем племени для общения с гостями с неба, Роза продолжал узнавать новые знания и приносил все свои знания обратно в племя. Он был чрезвычайно талантлив в этом отношении, и племя начало узнавать от армии Блэкстера новое, меняя свой образ жизни. Роза вдруг понял, что члены его племени, презиравшие его, наконец-то стали относиться к нему с уважением. В своем племени он занимал более высокое положение, чем вождь, и стал среди своих людей самым уважаемым человеком. Культура этих туземцев не была полностью сформирована и не имела никакого представления об отказе от своих собственных традиций. Все они были немедленно очарованы новым притоком знаний. Самыми уважаемыми людьми в прошлом были охотники, которые приносили еду, чтобы накормить племя. Теперь самыми уважаемыми были те, кто приносил знания из крепости. Семена и пища, которые они приносили с собой, позволяли племени гораздо легче прокормить себя. Мастерство, которое они приобрели, позволило одежде быть более удобной, а палаткам, теплее. И которые из них даже принесли в племя бесплатное оружие, которое называлось арбалет. С этим оружием охота стала еще проще. Охотники были воинами племени, и они несли ответственность за защиту племени. Однако эти охотники были совершенно беспомощны перед членами армии, и племя постепенно утратило свою опору на охотников. Хотя охотники все еще пользовались некоторым уважением, их постепенно вытесняли на периферию. Дуки посмотрел на Роза, которого окружало племя, и в его сердце возникло сложное чувство. Когда-то это была его честь, и, хотя он относился к Роза как к хорошему другу, в его сердце зародилось чувство превосходства. В то время он считал, что защищает Роза. Но теперь их статусы поменялись местами. Роза, который не был популярен в племени, теперь стал уважаемым человеком, а молодой охотник, который был надеждой племени, теперь игнорировался. Дуки чувствовал себя все более и более подавленным. Поговорив с членами своего племени, Роза увидел Дуки и озабоченно спросил, «Как твои раны?» Услышав слова беспокойства Роза, Дуки почему-то почувствовал, что они звучат чрезвычайно пронзительно. «Я в порядке», — холодно ответил он и пошел прочь. Увидев холодный ответ Дуки, Роза был совершенно озадачен. В прошлом Дуки был очень весел и впал в депрессию после того, как его избили ранее. Роза не мог понять, почему Дуки избегает его. Дуки вышел из племени и побежал на максимальной скорости в лес, чтобы дать выход своему разочарованию. Почувствовав, как ветер дует ему в лицо, настроение сразу улучшилось. После долгого бега Дуки захотел отправиться на свою собственную секретную базу. Однажды он случайно наткнулся на чистое озеро в лесу, и ему нравилось время от времени заходить туда, чтобы искупаться. Однако эта сцена ошеломила его по прибытии. Озеро исчезло, и на его месте образовался глубокий кратер. Несколько металлических башен стояли рядом с кратером, и солдаты использовали какой-то странный аппарат, чтобы выкапывать почву. Что вы тут делаете? Дуки пришел в ярость. Он не любил этих гостей с неба и собирался броситься вперед с оружием в руках. Внезапно один из солдат преградил ему путь. Впереди шахта, и она не открыта для посторонних. Пожалуйста, немедленно уйди. Где озеро? Где озеро? Что вы сделали? Дуки сердито взревел и хотел ворваться в шахту. Бах! Мощная сила толкнула Дуки, и он схватился за живот от боли. Мне очень жаль. Пожалуйста, не препятствуйте нашим горным работам. Если у вас есть какие-либо пожелания, вы можете пойти в крепость рядом с вашим племенем. Это место не открыто для посторонних. Какое ты имеешь право меня останавливать? Это место, которое обнаружил я. Дуки сжал кулаки, и его лицо покраснело от гнева. В этот момент он увидел, как гости с неба выкапывают большую груду блестящего хрусталя из первоначального положения озера. Увидев это, он понял, что таково было их истинное намерение. Подняв голову, он оглядел деревья, которые были срублены и заменены металлом. Вспоминая свои переживания за последние несколько дней, он не мог избавиться от чувства опустошенности, но не понимал, откуда оно взялось. Тем не менее, у Дуки постепенно зародилось в сердце другое чувство. Все эти вещи должны были принадлежать им. Впервые он почувствовал, что этот лес, земля и планета, их дом. На флагманском корабле Аврора на мгновение заколебалась, прежде чем сказать. Дядя, мы можем так поступать? Хансио поднял брови и спросил. Что ты хочешь сказать? Хила, стоявшая рядом, тоже оглянулась. Мы по сути вторгаемся в дома туземцев, тихо проговорила Аврора. Я понимаю, о чем ты, Хансио отмахнулся. Однако мы обучаем туземцев и приносим им знания. Это отличается от простого вторжения в их дома. Но, Аврора собралась с духом. Эта планета, их дом, и туземцы не имеют возможности защитить себя. Они могут только наблюдать, как мы вторгаемся в их дома и забираем все их ресурсы. Не слишком ли мы задираемся? Они должны радоваться, что у них нет возможности дать отпор. В противном случае число жертв только возрастет. Но, эх, тебе не нужно продолжать. Хансио прервал Аврору и беспомощно сказал. Ты думаешь, что у них есть выбор? Вообще-то, мы можем избегать планет стуземцами и исследовать другие необитаемые планеты. Хансио покачал головой и посмотрел в окно на Вселенную. Ты слишком идеалистична. Эта планета нет. Когда это звездное поле было открыто тремя великими цивилизациями, судьба всех живых существ изменилась. Они больше не имеют права развиваться со свободой. Мы можем избегать планет, где есть аборигены, но когда Багровая династия откроет мерцающий мир для внешнего мира, думаешь, что другие волчьи цивилизации отпустят их. Они обречены потерять многое и позволить чужакам разделить их родину. Это уже очень хороший конец. Слабые никогда не смогут достичь совершенства. Аврора замолчала, и сердце ее смутилось. Из-за своей способности Эспера она была чрезвычайно чувствительна к жизни других людей. Она сочувствовала туземцам. Даже если раса гигантских эльфов Пангуруса все еще не понимала смысла происходящего, она не могла не испытывать неприязни к миру, где сильные охотятся на слабых. У Хилы было спокойное выражение лица. Она отличалась от своей сестры и всегда считала, что слабость – это преступление. Хансиа немного помолчал, прежде чем продолжить. Тебе не нужно слишком много думать об этом. Выкапывание их ресурсов – это не шикарное действие, но ты должна знать, что никто не обязан помогать другой расе в их развитии. Династия будет обучать туземцев только из-за богатых ресурсов на планете, и это своего рода обмен, обмен от которого туземцы не могут отказаться. В его прошлой жизни, после многих лет развития, планета Пангурус стала транзитной станцией, и туземцы были разделены на две фракции. Одна фракция была образована династией и превратилась в галактических жителей. Они изучили различные технологические навыки и начали строить свои собственные деревья навыков. Их цивилизация быстро перескочила через первобытную стадию. В результате на планете Пангурус появились свои города, а жители планеты могли даже путешествовать на другие планеты. Другая фракция отвергла образование и предпочла сохранить свой первоначальный образ жизни. Они пытались оказать сопротивление, но это было совершенно бесполезно. Поэтому они решили не вступать в контакт с внешним миром и жили глубоко в горах. Они продолжали жить с животными в качестве своих товарищей, и никто не беспокоил их. По этой причине раса гигантских эльфов Пангуруса была разделена на две части. Тем не менее, некоторые из первобытной фракции всегда будут покидать леса и присоединяться к шумным городам. По сравнению с эпохой исследований, это довольно хорошо, сказал Фидин сбоку. Услышав это, Хансиа согласно кивнул. Исследование мерцающего мира было похоже на эру исследований. Единственная разница заключалась в том, что три универсальные цивилизации обладали достаточной силой во Вселенной, чтобы подавить любого, кто был недоволен. Таким образом, они были уверены, что используют более теплые средства. В эпоху исследований первой мыслью после открытия другой цивилизации было бы уничтожить другую сторону. Война вспыхивала повсюду. Это было темное время. Глава 825. Неожиданная скрытая миссия перед лицом абсолютной силы, независимо от того, что чувствовала или хотела сделать раса гигантских эльфов Пангуруса, они не смогут остановить флот от добычи ресурсов. Эффективность галактического горного оборудования была чрезвычайно высока, и ресурсы быстро извлекались со всей планеты, заполняя склады партиями сырья. В процессе добычи некоторые из разведывательных отрядов обнаружили еще больше ресурсов, скрытых под землей, что еще больше повысило ценность планеты. Хансиа был чрезвычайно доволен, когда посмотрел на отчет в своих руках. Хотя выгоды от добычи различных богатых ресурсами планет в расколотом звездном кольце были немалы, те планеты находились на чужих территориях, и там не было достаточно свободы. Однако он мог делать все, что ему заблагорассудится на богатой ресурсами планете, которую он обнаружил в мерцающем мире. До тех пор, пока он не будет заниматься нерациональной практикой добычи полезных ископаемых, династия не будет вмешиваться. Эти материалы могли быть проданы обратно династии или привезены в расколотое звездное кольцо, чтобы продать. Хансиа временно сохранил все это и нанял опытного специалиста для наблюдения за продажами. После постройки звездных врат появился небольшой отряд из династии. Поприветствовав Хансиа, они также присоединились к добыче полезных ископаемых и взяли на себя работу по обучению туземцев. После простой передачи Хансиа отозвал часть своих войск. Они завершили начальную фазу исследования планеты Пангурус, и ему оставалось только начать добычу полезных ископаемых. Он решил остаться на планете еще на два дня и позволить игрокам немного развлечься, прежде чем отправиться на поиски другой планеты. Все игроки из армии открыли свою первую планету и получили определенное представление о миссии мерцающего мира. Кроме того, все игроки, которые открыли богатую ресурсами планету, могли выбрать остаться и добывать ресурсы. Обычные игроки, естественно, отвергли бы такое предложение. Почему они отказаться от леса ради одного единственного дерева? Однако многие из первоклассных гильдий на самом деле поступали наоборот. Поскольку большинство их основных членов следовали за главным флотом Хансиа, они не могли позволить себе отказаться от драгоценных ресурсов на планете Пангурус. Для гильдий 10 птиц в лесу не могли победить одну в их руках. Они нуждались в долгосрочном снабжении ресурсами, чтобы обеспечить преимущество для гильдий. Поэтому многие гильдии оставили часть своей рабочей силы, чтобы добывать ресурсы. Поскольку все крупные горные оборудования принадлежало армии, эти гильдии могли купить только партию доспехов рабочих пчел, чтобы выдать их своим членам и позволить им свободно добывать золото. Ресурсы, которые они получат, станут долгосрочным урожаем гильдии. У игроков были свои методы сбора наград, и Хансиа не останавливал их. В конце концов, для него это были пустяки, и он не мог помешать игрокам свободно делать то, что они хотели. Если он сможет утолить голод этих гильдий, их чувство принадлежности к армии будет только укрепляться. Различные гильдии, пришедшие из коридора созвездий, также сумели подготовить партию игроков и оставили некоторых членов, чтобы добывать ресурсы. Когда четыре большие гильдии увидели это, они решили работать вместе с другими первоклассными гильдиями и создавать проблемы для этих чужаков после того, как основной флот уйдет. Как только основной флот уйдет, чужаки определенно окажутся в их власти. В версии 4.0 предыдущей жизни Хансиа различные гильдии были заняты уничтожением мест добычи друг друга, когда они находились в мерцающем мире. Теперь, когда игроки из других стран оказались на территории китайских гильдий, китайские гильдии определенно не позволят им мирно развиваться. Поскольку Хансиа позволил игрокам пересечь звездные поля раньше времени, конкуренция между гильдиями возникла раньше. Над каким-то океаном на планете Пангуру сбушевал сильный шторм, и волны были неспокойны. Одна из шахтерских баз располагалась на берегу океана и оставалась устойчивой, несмотря на бушующие волны. Сферический щит закрывал основание от волн, и на щите появлялись капли, когда волны о него разбивались. На краю базы можно было увидеть множество воинов, ныряющих в океан с исследовательским снаряжением на спине. Под основанием находилась жила кристаллов термоядерного синтеза, и эти люди ныряли под воду, чтобы исследовать ситуацию в океане. Кленовая луна тоже согласилась на эту миссию. Она надела доспехи и очень быстро нырнула вниз на несколько тысяч метров. Ее поле зрения было темно-синим, а вода становилась черной, когда она смотрела далеко вперед. Ощущение неизвестности наполнило ее страхом, и она могла слышать только писк радара, собственное дыхание и биение сердца. Эта безмолвная пугающая атмосфера заставила кленовую луну содрогнуться, и ей захотелось свернуться к аладчикам. Я, наверное, должна вернуться. Лучше я провалю эту миссию, кленовая луна была напугана до глубины души. Хотя она уже достигла класса В, черты ее характера не могли помешать ей испытывать страх. У нее было ощущение, что она испытывает легкую фобию по отношению к глубокому океану. Как раз в тот момент, когда она приготовилась плыть вверх, на ее радаре зазвенел сигнал тревоги, обнаруживая большое живое существо. Цель в данный момент приближается. Вода вокруг нее начала подниматься, и кленовая луна почувствовала, что не может контролировать свое тело. Она поспешно активировала свое стабилизирующее устройство, и белый свет вырвался из ее брони прежде, чем ее тело стабилизировалось. Прежде чем она успела оглядеться вокруг, ее радар высветил светящуюся точку, летящую к ней, как ракета. Кленовая луна в смятении обернулась, и в поле ее зрения внезапно появился гигантский зверь. У него было бесчисленное множество когтей, а голова казалась комбинацией змеи и дракона. Пасть зверя была широко открыта и быстро к ней приближалась. Затем ее зрение потемнело, и она была проглочена чудовищем. Завершив охоту, зверь замедлился и приготовился наслаждаться едой. Однако его тело внезапно начало корчиться, как будто ему было очень больно. В следующее мгновение из тела зверя вырвался яркий голубой свет, и зверь разлетелся на куски. Бум! Свежая, пурпурная кровь и куски мяса взорвались в океане, и броня кленовой луны оказалась покрыта липкой жидкостью. Это была смесь крови зверя и пищеварительных соков. Увидев эту кровавую сцену, кленовая луна поспешно выключила содержание для взрослых, и сцена стала менее кровавой. До этого она была потрясена внезапным появлением зверя и забыла дать отпор. Она смогла прийти в себя только после того, как была проглочена зверем и использовала свою силу класса В, чтобы легко устранить его. Кленовая луна убрала оружие и приготовилась плыть вверх. Внезапно ее радар обнаружил необычный металлический предмет, который находился внутри тела зверя. Что такое я нашла? Глаза кленовой луны сияли. Как игрок, который любит сюжетные линии, она была чрезвычайно любопытной личностью, и ее инстинкт подсказывал ей, что она нашла что-то важное. Поколебавшись с полсекунды, она перестала плыть вверх и перевернула труп зверя, борясь при этом со своим отвращением. Дон. Метровый металлический предмет был притянут в ее ладони, исходящий от них магнитной силой. Он был похож на какое-то устройство обнаружения и очень потрепан. Вокруг него виднелись следы коррозии, а на поверхности устройства было множество кратеров, словно его кусали живые существа. Вы обнаружили неизвестное устройство обнаружения. Неизвестное устройство обнаружения. Похоже, это обломки какого-то галактического устройства обнаружения. Оно сильно повреждено, но технология устройства значительно превышает возможности аборигенов планеты. Похоже, что внутри может находиться скрытое послание от другой цивилизации. Вы можете попытаться оценить его или отдать специальному НПЦ в обмен на вознаграждение. Или вы можете попытаться восстановить его и активировать устройство. Это приведет к особому результату. Пожалуйста, хорошо обдумайте решение. Требуется навык механика. Вы получили шесть очков исследований. Это действительно скрытая миссия. Глаза кленовой луны загорелись, и страх, который она испытала, был отброшен на задний план. Затем она с любопытством поиграла с неизвестным устройством обнаружения. Больше всего ей нравилось выкапывать такие неизвестные сюжетные линии. Без малейшего колебания она немедленно отнесла предмет обратно на базу. Не снимая доспехов, она торопливо осмотрела устройство обнаружения. Ее способности механика достигли необходимых требований, и результат ее оценки появился на интерфейсе. Оценка завершена. Вы получили сломанный координатный маркер. Этот элемент используется для обозначения координаты в пространстве. Текущее состояние. Серьезное повреждение. Неисправность системы. Все функции отключены. Это какая-то техника высокого уровня. Кленовая луна удивилась. Этот предмет уже достиг уровня звездной системы. Может ли это означать, что планета Пангур была открыта какой-то цивилизацией раньше? Существовала также вероятность того, что этот маркер был уничтожен во Вселенной и в конечном итоге попал на планету Пангурус из-за гравитации. Затем он приземлился в океан и был проглочен океанскими животными. Если бы не это, то планету Пангурус давным-давно посетили бы гости. Кленовая луна оказалась перед дилеммой. Этот предмет был действительно ценным разведданным, и она получит награду, если передаст его армии. Однако она не могла обуздать свое любопытство и хотела закрепить этот маркер, чтобы посмотреть, что это за особый эффект и каких людей она привлечет. Поколебавшись мгновение, кленовая луна стиснула зубы, и ее любопытство победило. Вы использовали средний ремонт на сломанном координатном маркере. Оценка. Оценка завершена. Ваш уровень интеллекта, знания класса и навыки достигли необходимых требований. Ход ремонта 2%, 14%, 35%. Ремонт завершен. Вы получили едва фиксирующий координатный маркер. Кленовая луна была вне себя от радости и немедленно без малейших колебаний активировала маркер. Диди. Маркер засветился и начал посылать координаты неизвестной организации. Вы запустили скрытую миссию координатный маркер неизвестного происхождения. Описание миссии. Вы обнаружили довольно высокотехнологичный координатный маркер на планете. Вы не знаете, кто оставил этот маркер, но решили активировать его. После того, как координаты будут переданы, он может привлечь неизвестную организацию. Требования миссии. Вступите в контакт с неизвестной организацией. Награда. 3.00000.0 опыта. 70 очков исследований. Фрагмент навыка. X1. Смелый исследователь. Требуется объединить два фрагмента. Примечание. Пока вы смелы, Вселенная. Ваш дом. Эта миссия связана с главной сюжетной миссией мерцающего мира. Вы можете сообщить о ситуации своей фракции и получить помощь от NPC. фракции, настоятельно рекомендуется. Описание навыка смелый исследователь. Особый навык. Исследуя неизвестное место и оценивая неизвестный объект, вы можете использовать этот навык для получения некоторой информации. Его можно использовать повторно на одной и той же цели. Время восстановления. 7 дней. Каждый раз, когда навык используется, вы будете впадать в состояние опрометчивости. 60% удачи в течение 14 дней. Награда. Это фрагмент навыка. Такая награда встречается довольно редко. Я также могу обратиться за помощью к фракции. Означает ли это, что результат активации маркера чрезвычайно серьезен? Кленовая луна была потрясена. Когда она подумала о том, чтобы отдать маркер, в ее голове всплыла фигура командующего армией. Ты обнаружила на этой планете координатный маркер развитой цивилизации? Глядя на координатный маркер в руках кленовой луны, Хансиа не мог не удивиться. Он думал, что кленовая луна здесь, чтобы учиться у него навыкам, и не ожидал, что она принесет ему спрятанный инструмент. Только династия исследовала этот регион, и этот маркер мог принадлежать лишь одной из неизвестных местных цивилизаций в мерцающем мире. Согласно технологическим навыкам внутри маркера, происхождением маркера должна быть цивилизация уровня звездной системы. Кроме того, этот маркер использовал обычную технологию подруливающего устройства для перемещения. Даже если бы он путешествовал в течение нескольких сотен лет, его скорость все равно была бы ограничена. Это означало, что цивилизация, пославшая этот маркер, должна находиться в пределах звездной системы. Однако Хансиа не мог припомнить ни одной цивилизации звездной системы вокруг южного региона звездного скопления гору в своей предыдущей жизни. Разведывательные данные Багровой династии не указывали на существование какой-либо цивилизации звездной системы в этом регионе. Он также не слышал о подобном инциденте от Инпицы в своей прошлой жизни. Может быть, цивилизация, пославшая этот маркер, уже была уничтожена, и остались только ее останки? Это тоже было возможно. Однако скрытая миссия появилась и на интерфейсе Хансиа, когда он получил маркер, и требование миссии предполагало, что неизвестная цивилизация все еще была поблизости. В его предыдущей жизни начальная исследовательская фаза мерцающего мира была в период обновления версии, и игрокам удалось собрать воедино информацию о начальной исследовательской фазе, найдя различные записи истории. Может быть, эта скрытая сюжетная линия не была найдена династией в его предыдущей жизни? Кленовая луна не знала, что Хансиа также может принять миссию, и думала о том, как она должна объяснить Хансиа, что этот маркер все еще полезен. Позволь мне немного изучить эту штуку, сказал Хансиа в этот момент. Может быть, мне удастся что-нибудь найти. Услышав это, кленовая луна подумала, что она передает объект миссии, и не стала возражать. Увидев, что кленовая луна уходит, Хансиа начал изучать маркер в своих руках с горящими глазами. Я никогда не ожидал сделать такое открытие на планете Пангурус. Способность игроков находить скрытые миссии действительно надежна, Хансиа мысленно усмехнулся. Награда за скрытую миссию действительно искушала его. Смелый исследователь был навыком оценки и мог оценивать предметы даже неизвестного ранга. В его прошлой жизни было очень мало игроков, которые обладали таким навыком. Хотя это не было полезно для сражений, это было очень полезно, чтобы выкопать скрытые сюжетные линии. Но он не знал, как получить дополнительные фрагменты навыков. Хотя навык был крайне ограничен, он все еще был ему полезен. Не говоря уже ни о чем другом, он все еще не продвинулся в изучении странных данных, оставленных изгодом. Изоп тоже не мог ничего предсказать. Если он сумеет овладеть этим навыком, то, возможно, сумеет найти какие-то подсказки. Жаль, что это не полный навык, а только фрагмент навыка. С жалостью сказал Хансиа. Покачав головой, Хансиа вошел в квантовую сеть и начал изучать маркер. Поскольку маркер также использовал технологию квантовой сети, Хансиа мог использовать свои навыки виртуального механика, чтобы проследить происхождение предмета. Миссия требовала, чтобы он вступил в контакт с неизвестной организацией, и казалось, что он должен был ждать их появления. Однако в этом был скрытый подвох. Мерцающий мир не был похож на исследованную вселенную, и в нем не было никаких законов. Туземные цивилизации все еще пребывали в эритме и не знали о существовании друг друга. Таким образом, в тот момент, когда они обнаружат, что маркер активирован, это будет означать для цивилизации, которая его послала, войну. Соприкосновение с маркером было сродни нападению другой стороны. Таким образом, вместо того, чтобы ждать, пока другая сторона найдет его, Хансиа предпочел бы взять инициативу в свои руки, отправив туда свои войска. Поскольку миссия требовала только, чтобы он вступил в контакт с другой стороной, не имело значения, кто возьмет на себя инициативу. После того, как Хансиа некоторое время прослеживал корни маркера через квантовую сеть, он резко открыл глаза. Затем он открыл звездную карту и указал на место в паре звездных зон от планеты Пангурус. Я нашел тебя. Глаза Хансиа сузились. Он вспомнил, что в его прошлой жизни здесь не было никакой местной цивилизации. Подумав немного, Хансиа щелкнул пальцами, и перед ним появился псионический прайм. Мастер, у меня есть для тебя задание, медленно произнес Хансиа. Приведи несколько механических жизней и механическую армию, чтобы найти тех, кто послал этот координатный маркер. Подави их, если они на вас нападут. Да, мастер псионического прайм кивнул и немедленно покинул комнату, чтобы организовать свои войска. Поскольку это было в нескольких звездных зонах от него и было бы для него пустой тратой времени, Хансиа не планировал совершать поездку лично. Его механические жизни могли теперь держаться сами по себе, и он мог передавать свою механическую силу механическим солдатам, не находящимся рядом с ним, через квантовый канал передачи на бесконечное расстояние. Таким образом, его механическая армия имела возможность отправиться в дальнюю экспедицию, и она все равно будет иметь боевую мощь выше класса, даже если это будет в нескольких световых годах отсюда. Это была одна из причин, по которой механиков выше класса обаялись в галактике. Диапазон их способностей был самым пугающим среди всех классов. Глава 826. Великий космический корпус в то же время данные о местоположении, посланные маркером, достигли некой пустынной планеты в нескольких звездных зонах от нее через квантовую связь. Горный дискообразный линкор был припаркован в кратере. Он был полностью металлического серого цвета, и его диаметр составлял более 30 миль. Используемый материал был обычным сплавом, считавшимся самым основным материалом космического корабля в известной Вселенной. Этот дискообразный линкор имел антигравитационную подвеску и сильно конденсированные ядерные двигатели. Его технология гипердвигателя была очень простой. Если бы там были галактические жители, они бы знали, что технологический уровень этого линкора находится где-то между уровнем цивилизации звездной системы и цивилизации поверхности планеты. Единственной технологией, заслуживающей упоминания, была квантовая коммуникационная технология. На дне каюты, где спали бесчисленные члены экипажа, лежало большое количество замороженных спальных капсул. Лишь очень немногие бодрствовали и поддерживали работу космического корабля с мостика. Десятки существ в простых боевых костюмах суетились перед пультами управления. Эти существа были довольно низкорослыми, с серой кожей и шестью руками. На этот раз на одном из пультов управления внезапно вспыхнул сигнал тревоги. Бип. Маркер 0278 активирован. Получены данные о местоположении. Все люди в комнате внезапно повернулись и бросились к этому пульту управления, переговариваясь между собой. Затем высокое существо, явно принадлежавшее к другому виду, раздвинуло толпу и протиснулось к пульту управления. Прочь с дороги, дай мне взглянуть. Хе-хе, мы открыли еще одну новую планету. Это высокое существо явно было их лидером. Он был почти трехметрового роста. Остальные вокруг него были только до колен. Он был одет в металлическую броню, которая издавала лязгающие звуки, когда он шел. Он выглядел абсолютно варварским, даже более свирепым, чем зверолюди, и не соответствовал эстетике большинства людей. Великий вождь Кикига, мы давно потеряли связь с этим маркером. Теперь, когда он активирован, это означает, что наш маркер был обнаружен неизвестным разумным видом. Они починили маркер. Один из операторов сильно нервничал. Разве это не лучше? Мы даже можем сделать их рабами и отдать великому императору. Великий император любит новые виды. Кикига громко рассмеялся. Ви великий вождь, все не так просто. Цель на этот раз отличается от тех раз, в которые мы вторгались в прошлом. Тот факт, что они могут отремонтировать маркер, означает, что их технологический уровень близок к нашему. Во всей вселенной есть только несколько человек, которые обладают такой технологией. С целью на этот раз будет нелегко справиться. Они могли прочитать маркер для того, чтобы найти нас. Что они посмели нас искать? Выражение лица Кикиги стало угрожающим. Что за невежественная компания? Яростно воскликнул он. Разве они не слышали о нас, великом космическом корпусе? Они хотят выследить нас? Они ищут смерти. Если бы там был Хансиа, название Великий космический корпус не было бы ему чуждо. Это была туземная организация мерцающего мира. Когда-то это была блуждающая цивилизация, потерявшая свой родной корабль в результате катастрофы. Первоначально он блуждал в центре звездного скопления гору в поисках ресурсов для поддержания жизни. Когда они начали странствовать, они искали планеты вокруг себя через маркеры и постепенно обнаружили некоторые неразвитые цивилизации. Из-за полного отсутствия доверия и средств коммуникации они уничтожили все цивилизации, с которыми они встречались, и украли тонну ресурсов и технологий. Постепенно они привыкли к такому способу развития и превратились из бродячей цивилизации в галактическую пиратскую организацию. Поскольку большинство местных цивилизаций в звездном скоплении гору были очень слабы и не имели контактов друг с другом, эта организация стала неудержимой в центральной области звездного скопления. Грабя других, они накопили массу ресурсов и рабочей силы, и теперь поблизости не было ни одной цивилизации, которая могла бы сравниться с ними. Поэтому эти люди считали себя королями этой вселенной и называли себя Великим Космическим Корпусом. Было очевидно, как высокомерны эти люди были только из-за этого имени, которое они дали себе. После этого Великий Космический Корпус начал исследовать новые области. Конечно, с их технологией они не имели возможности выяснить общую структуру звездного скопления, поэтому они были совершенно не осведомлены о том, что находятся в неизвестных областях, и могли только вести постепенные исследования. Хотя они захватили много планет в качестве своей территории, они не сделали полного исследования этой звездной системы и не имели всех видов фундаментальных объектов. Они думали, что правят этой областью только потому, что некоторые планеты находятся под их контролем. По сравнению с контролем, который цивилизации в известной вселенной имели над своей территорией, эти люди находились в хаосе. Это было беззаконное звездное поле, которое еще предстояло исследовать. Вот почему появились особые организации, подобные этой. Они контролировали территорию намного большую, чем цивилизации звездной системы, но они были слабее, чем самые слабые цивилизации звездной системы. Из-за отсутствия соперников они чувствовали себя очень хорошо. То, что они сильны было только в сравнении с туземцами вокруг. В предыдущей жизни династия оставила некоторую информацию об этой организации на протяжении всего исследования звездного скопления гору, и Хансиа хорошо посмеялся, прочитав ее. Однако статус скрытой миссии был весьма обманчив, когда Хансиа обнаружил маркер. Это заставило Хансиа сформировать предвзятое мнение, что это была какая-то таинственная цивилизация. Кроме того, в записях династии в предыдущей жизни не упоминалось о Великом космическом корпусе, появившемся в южной пограничной звездной системе звездного скопления гору. Династия имела лишь очень краткие сведения о Великом космическом корпусе, так как эта местная организация была слишком слаба и совершала самую распространенную и частую ошибку, которую допускали местные жители. Высокомерие. Во всем этом не было ничего такого, что стоило бы отметить в глазах династии. В своей предыдущей жизни династия проводила свои исследования во время обновления версии, и игроки этого не переживали. К тому времени, когда они официально вошли в мерцающий мир, Великий космический корпус уже давно исчез, и Хансиа узнал о них только из очень краткого отчета династии. Это не казалось важным, поэтому Хансиа не имел глубокого впечатления о них. Поэтому он не думал об этом в настоящее время и не знал, что именно эта организация была целью миссии. Тем не менее, даже если бы он знал, это ничего бы не изменило. «Я, я думаю, все же лучше доложить об этом великому императору», сказал оператор, дрожа всем телом. «Возможно, мы не сможем победить с помощью здешних сил». «Что ты сказал?» Кикига в ярости ударил кулаком по столу. Он был вспыльчив и склонен к гневу. «Не сердись, Великий Вождь. Великий Император назначил вас ответственным за эту область. Если мы примем самостоятельное решение в чем-то столь значительном, Великий Император не будет доволен этим. Понимая, что Великий Император может быть разгневан этим, Кикига вздрогнул, и его гнев исчез. Тогда давайте доложим об этом Великому Императору. Остальные поспешно связались с Великим Императором и затаили дыхание. Очень скоро на экране появилась проекция человека. Человек на экране был гуманоидом в темно-фиолетовых доспехах и ярко-красном плаще от плеч, из-под которого виднелась только голова. У него были растрепанные длинные черные волосы и бледная кожа, а металлическая маска на нижней половине лица скрывала его внешность. Его глаза были полны холода. Из-за спины торчали толстые, мускулистые и огромные щупальца, тоже покрытые какой-то броней, словно многочисленные механические хвосты, окружающие этого человека. Он сидел на металлическом троне военного корабля. Позади него была металлическая стена с эмблемой Великого Космического Корпуса и черепами множества различных животных. Этим человеком был лидер Великого Космического Корпуса Тима, который также называл себя Великим Императором Вселенной. Увидев этого человека, Кикига сразу выпрямился. А Тима поднял веки и холодно произнес. Лучше бы у тебя была причина беспокоить меня. Кикига вздрогнул. Он стал одним из вождей благодаря своим исключительным боевым способностям. Несмотря на дурной характер, он боялся от Тима от всего сердца. Под постоянным напоминанием операторов он, наконец, закончил докладывать о том, что только что произошло, и осторожно ждал ответа. Значит, вас обнаружила неизвестная сила с передовыми технологиями? Да, что нам делать? Вторгнуться на их планету, ограбить их технологии, захватить их ресурсы, уничтожить и поработить их, сказала Тима тем же холодным тоном. Мне все еще нужно учить тебя этим вещам? Попонял, Кикига поспешно кивнул. Когда связь прервалась, Кикига вздохнул с облегчением. Затем он с яростью уставился на операторов вокруг себя и громко закричал. Великий Император велел нам уничтожить врагов. Разбудите всех, кто спит. Нам предстоит война. Два дня пролетели как один миг. Основной флот Хансио официально отбыл и покинул планету Пангурус, оставив лишь часть для добычи ресурсов. Следующей планетой, которую Хансио планировал лично исследовать, была средняя ресурсная планета в первой звездной зоне пограничной звездной системы. Знаменитые планеты в его памяти были разбросаны по многим областям. По сравнению со всем звездным скоплением первая звездная зона была крошечной. Кроме планеты Пангурус, он имел приблизительное представление приблизительно о 10 планетах в звездной зоне, все из которых он лично посетил раньше. Некоторые из них были ресурсными планетами, которые он посетил, чтобы украсть ресурсы у других гильдий, в то время как другие были функциональными планетами, такими как станции звездных врат и станции снабжения. Разведывательная группа армии Блэкстера и миллионы космических кораблей разведывательной группы Синека разделились. Согласно текущему прогрессу, потребуется от 17 до 18 дней, чтобы закончить исследование всех планет в первой звездной зоне. Это означало, что для завершения исследования этой звездной системы потребуется около полугода, и большая часть этого времени будет потрачена на путешествия. В конце концов, не на каждой планете есть аборигены, а исследовать простые планеты было легко. Что касается специальной оперативной группы, то, поскольку они будут путешествовать без остановок на высокоскоростных космических кораблях, они смогут построить дальний маршрут звездных врат всего за 4 месяца. Хансио прикинул, что за это время он должен быть в состоянии посетить все планеты, которые он помнил в этой звездной системе. С другой стороны, несколько линкоров отклонились от других, неся механические войска, посланные Хансио, и направились к месту расположения Кикиги и других. Внутри космического корабля ряды механических солдат были на готове под контролем Спарты. Они были совершенно неподвижны. Однако внутри каюты была группа, которая совершенно отличалась от безжизненных механических солдат. Это были механические жизни, созданные Хансио. Ребята, это первый раз, когда мастер посылает нас на битву. Мы не должны разочаровывать нашего мастера. В просторной комнате десятки механических жизней сидели или стояли, глядя на псионического прайма, который говорил официальным тоном. Как только он закончил фразу, серебристая механическая жизнь, откинувшаяся на спинку дивана, заговорила с притворным нетерпением. Хэм, мы все дети мастера в первом поколении. Ты просто родился самым первым, и все же считаешь себя нашим лидером. Были тысячи механических жизней первого поколения, которых Хансио создал лично. Псионический прайм был их лидером, но некоторые механические жизни не были удовлетворены этим. Механические жизни имели модули эмоций. Благодаря различным оригинальным моделям они могли бы трансформироваться в форму тела по своему усмотрению с помощью нанотехнологий. Согласно кровному родству существ из плоти, я твой старший брат, серебряная вспышка, сказал псионический прайм. Механическая жизнь, которая говорила, называлась серебряной вспышкой. Он всегда завидовал тому, что псионический прайм всегда рядом с Хансио. Псионический прайм был всего лишь парящим расщепителем. Фаворитом мастера должен был быть он, толстая, длинная и мужественная пушка планетарного уничтожения. Драка. Драка. Победитель становится старшим братом. Черно-красная механическая жизнь, которая была явно короче, чем все остальные, прыгала влево и вправо и кричала. Ее первоначальной моделью была темная энергетическая парящая артиллерия. Ее звали Алое Пламя. Перестань валять дурака, псионический прайм отмахнулся. Ед. Серебряная вспышка внезапно набросился на псионического прайма, разбив под ним диван. Псионический прайм мгновенно разделил свою человеческую форму на множество парящих стражей, заставляя Серебряную вспышку пройти прямо через него и промахнуться. По. С одной рукой, прижатой к земле, тело Серебряного вспышки развернулось, когда он нанес удар в сторону псионического прайма. Он был планетарной пушкой уничтожения, поэтому не осмеливался стрелять внутри корабля и мог использовать только технику ближнего боя. Два парящих стража внезапно собрались и превратились в ладонь, схватив Серебряную вспышку за ногу. Затем псионический прайм вернулся в свою человеческую форму и бросил Серебряную вспышку прямо через плечо. Бах! Громоздкое механическое тело рухнуло на металлический пол и оставив вмятину. Все еще хочешь поиграть? Псионический прайм крепко держал Серебряную вспышку за руку и спускал сдерживающее силовое поле из своей ладони, предотвращая Серебряную вспышку от побега нано-превращением. Серебряная вспышка упал на пол. Одна его нога была поймана, а другая продолжала пинать псионического прайма, как дерущийся ребенок, но псионический прайм уклонился от всех его атак. Пока две механические жизни боролись, комната превратилась в беспорядок. Механические жизни вокруг быстро отступили и дали им пространство. Механические жизни все время спорили внутри армейской базы вторичного измерения Хансиа, так что все остальные привыкли к этому. Вы что, ребята, плохо смазаны? Ну же, ла и пламя подбадривало сбоку. Не разрушайте космический корабль. Идите в боевую комнату, если хотите сражаться. Завопила механическая жизнь рейнджер. В это время все движения механических жизней внезапно прекратилось. Откуда ни возьмись раздался холодный голос спарты. Мастер наконец-то дал вам задание, и вы устраиваете такой беспорядок. Все вы, подумайте о себе. Механические жизни имели свободную волю, но искусственный интеллект Хансиа имел более высокий приоритет контроля в их фундаментальной логике, и его приоритет был ниже только Хансиа. Обычно Хансиа позволял механическим жизням свободно двигаться, чтобы максимизировать их рост. Однако Спарта не хотел, чтобы эти механические жизни продолжали создавать беспорядок, поэтому он забрал контроль этих механических жизней над телами и заставил их вернуться в каюту и стоять неподвижно. Однако, хотя эти механические жизни не могли контролировать свои тела, их умы все еще были активны, и они все еще спорили через свою сетевую связь. Если бы это была открытая площадка, ты бы уже превратился в груду мусора. Закричал Серебряная Вспышка. Псионический Прайм только усмехнулся. Хе-хе. Это ты во всем виноват, сказал Ринджер. Никто из нас не может сейчас пошевелиться. Серебряная Вспышка. Когда мы закончим миссию, я демонтирую тебя и отправлю обратно к мастеру, чтобы он тебя восстанавливал. Прорычал Хранитель Клятвы. Ты думаешь, я тебя боюсь? Позволь мне выстрелить в тебя, если у тебя хватит смелости. Давай посмотрим, смогут ли тебя после переработать. Глава 827. Армия Блэкстера. Никогда о ней не слышал после того, как флот Хансиа покинул планету Пангурус. Игроки гильдии, которые остались, не могли дождаться, чтобы сделать свои ходы. Четыре крупнейшие китайские гильдии делали вид, что не участвуют в этом, в то время как тайно собирали членов других гильдий, которые оставили тут своих людей, включая клубные гильдии Грозового Шторма, Фанатиков, Ревервейла и многих других. Число членов этих гильдий, которые остались, составляло от 60 до 70 человек в каждой. В основном это были игроки студии, которые брали на себя ручную работу от гильдий и получали за это оплату. Они были более организованными по сравнению с обычными игроками гильдий, которых было намного больше с точки зрения численности. Сотни игроков собрались и обсуждали план. У русских и австралийцев недостаточно рабочей силы. От каждого клуба осталось меньше 20 человек. Там в общей сложности около 100 человек с каждой стороны. Тем не менее, они не разделяются, и сотни добывают вместе. Несмотря на то, что русские и австралийцы заключили соглашение с четырьмя крупнейшими китайскими клубами, игроки гильдии, которые остались, занимались добычей полезных ископаемых все вместе. Русские возглавлялись гильдией силы и славы, а австралийцы – гильдией боксирующего кенгуру. Каждая страна выбрала для себя место и имела на своей стороне около 100 человек, что было близко к числу людей, которых имели китайские гильдии высшего уровня. Казалось, что так будет безопаснее и они не подвергнутся нападению. Тем не менее, они никогда бы не подумали, что китайские гильдии высшего уровня против них объединятся. Китайские гильдии некоторое время совещались и выработали план действий. У них было абсолютное превосходство в численности, поэтому они решили разделиться на две группы и атаковать ресурсные пункты русских и австралийцев. Они очень быстро определились с группами и начали операцию. В ресурсном пункте гильдии боксирующего кенгуру десятки австралийских игроков усердно работали в шахтах, надевая броню рабочей пчелы, помещая ресурсы в свою броню и транспортируя их обратно на мини-склад гильдии на планете раз за разом. Было много складов, принадлежавших различным австралийским гильдиям, и повсюду патрулировали игроки студий. Хотя они двигались группой в целях безопасности, это не означало, что они делились ресурсами. Эти склады были куплены различными гильдиями у армии на собственные средства, и они были довольно дорогими. Они были эквивалентны их оплоту в ресурсном пункте. В это время группы хорошо экипированных игроков гильдии первого уровня появились в поле зрения патрулирующих игроков и атаковали их издалека. Немедленно собирайтесь. Наш ресурсный пункт атакован. Австралийские клубные гильдии поспешно вызвали тех, кто добывал ресурсы, но было уже слишком поздно. Почти 300 игроков гильдии первого уровня бросились прямо на этот ресурсный пункт. Австралийские игроки, которые бросились назад из шахт, моментально столкнулись с этими игроками. Схватка вспыхнула в мгновение ока. Бум-бум-бум. Бойцы взрывали задние линии энергетическим пламенем. Эсперы выбрасывали всевозможную красочную энергию различных способностей. Маги постоянно направляли заклинания, а псионики безостановочно использовали психические атаки ААЯ. Механики произвели наибольшие впечатления. Версия 3.0 была версией, где механика сияла очень ярко. Это было связано с тем, что игроки-механики, наконец, могли изучить способность, которая полностью раскрывала их технику боя. В этой версии, их налогию сжатия. Сжатые шары расширялись на поле боя один за другим, превращаясь в артиллерию мини-механических солдат, механические ловушки и все виды оборудования. Будь то финансовая мощь, боеспособность или человеческие ресурсы, китайские гильдии первого уровня имели полное превосходство и очень быстро победили австралийских игроков. В то время как они послали некоторых людей к точке возрождения, чтобы продолжать атаковать, они начали атаковать склады гильдий австралийцев и очень скоро уничтожили их всех. Ресурсы, которые австралийцы собирали все это время, теперь были разграблены как добыча. В ресурсном пункте царил хаос. После того, как они полностью истощили австралийских игроков, их ежедневного максимального количества оживления, игроки первого уровня китайской гильдии отступили с добычей. Около сотни душ парили над точкой возрождения и с яростью в глазах смотрели, как те уходят. Между тем, с ресурсным пунктом русских обошлись точно так же. Аши ресурсные пункты были уничтожены. Внутри одного транспортного корабля главного флота «Водка» был потрясен, получив эту новость от члена экипажа, который остался на той планете. Услышав, что это были объединенные китайские гильдии первого уровня, он пришел в ярость. Он немедленно отправил сообщение президентам гильдий Длинного неба и династии и спросил их, почему вы напали на наш ресурсный пункт. Джейд Гринскай притворилась смущенным, о чем вы говорите, когда мы это делали. Вам лучше иметь доказательства, иначе я подам на вас в суд за клевету. Всего несколько минут назад ресурсный пункт, который мы оставили на планете, был уничтожен членами ваших китайских гильдий. Игроки были разбиты лагерем и стратили свои ежедневные воскрешения. Они не смогут возродиться в ближайшие шесть игровых дней. Почему члены этих китайских гильдий напали на нас? Ну, спросите их. Это ведь были не мы, Джейд Гринскай сдерживал свой смех. Мы покупаем у вас оборудование, а взамен вы обещали обеспечить нам защиту, яростно сказал Водка. Вы нарушили наши соглашения. Джейд Гринскай точно знал, какие трюки вытворяли эти иностранные гильдии. На поверхности эти гильдии покупали оборудование у них, но тайно работали вместе с другими китайскими игроками, чтобы скрытно пользоваться полной десятипроцентной скидкой. Утренний снег, сумеречный мороз слабо улыбнулся. Мы не знали об этом заранее. В конце концов, у этих гильдий первого уровня тоже есть свои мысли. Они не работают под нашим началом. Мы спросим их об этом. Не волнуйтесь, я постараюсь убедить их. Это было бы к лучшему, Водка кивнул. Когда Водка закончила разговор, он был крайне недоволен. Эти гильдии первого уровня, работающие против них вместе, были связаны с четырьмя крупнейшими китайскими клубами, как на это не посмотри. Это может повториться в будущем. Он связался с капитаном людей, которые остались позади, и сказал. После того, как вы придете в себя, я пошлю вам деньги, чтобы вы купили некоторые устройства сигнализации в армии, такие как автоматические артиллерийские установки, ловушки и лазерные установки. Разверните их вокруг нового ресурсного пункта, купите как можно больше, не бойтесь тратить. Кстати, откажитесь от своего текущего местоположения и ищите более жесткое местоположение для добычи ресурсов. С другой стороны, утренний снег, сумеречный мороз и Джейд Грин Скай тоже обсуждали этот вопрос. Эта атака заставит их быть осторожными и заставит их тратить больше денег на ненужные меры обороны. Гильдии первого уровня никогда не планировали часто на них нападать, поэтому мы можем просто сказать, что это потому, что мы убедили их и сдержали наши обещания. Когда эти люди построят новый ресурсный пункт и восстановятся, мы снова организуем атаку. К тому времени на их складах будет храниться новая партия ресурсов, и все это будет разграблено. Пока это будет продолжаться, прибыль, которую они получают со своих ресурсных пунктов, будет крайне ограничена. Все, что нам нужно сделать, это заставить их превратить это в большую войну гильдий, чтобы мы могли полностью уничтожить основных членов их гильдий с нашим численным преимуществом. Хитрый, как всегда, Джейд Грин Скай показал ему большой палец. Утренний снег, сумерки мороз покачал головой. К сожалению, они не прислали сюда своих профессиональных игроков, иначе мы смогли бы помочь клубу устранить некоторых соперников. Профессиональные игроки были столпами клубов, поэтому клубы очень серьезно относились к безопасности профессиональных игроков. Конечно, они не посмели отправить персонажа своих профессиональных игроков на чужую территорию. Одной из причин, по которой китайские клубы были нацелены на иностранные гильдии, была также защита своих собственных профессиональных игроков. Если иностранные гильдии построят стабильный фундамент на своей собственной территории, вероятность того, что они причинят проблемы китайским профессиональным игрокам, не будет ничтожно мала. Другие могли прийти сюда с другого звездного поля, но они не могли пойти в другое звездное поле, так что китайские гильдии были фактически на более пассивной стороне. Вот почему они решили работать вместе, чтобы конкурировать с иностранными гильдиями и охранять свою прибыль. Несколько дней спустя в другой звездной зоне большой флот космического корпуса во главе с Кикигой медленно двигался к месту, где находился маркер. Кроме главного корабля, который был длиной в десятки миль, там было около 30 стражевых кораблей. Все проснувшиеся воины тренировались. Их общая численность достигала миллиона. Внутри главного корабля Кикига потирал руки от нетерпения. Он любил грабить и с нетерпением ждал начала войны. Как скоро мы доберемся до места, где находится маркер? Кикига задавал этот вопрос много раз каждый божий день. Вождь, в течение последних нескольких дней местонахождение маркера менялась. Я думаю, что это уловка врага, чтобы сбить нас с толку, поэтому мы сейчас направляемся к месту, где маркер был активирован впервые. Это не очень далеко, сказал руководитель группы операторов со смирением. Ему приходилось повторять это много раз в день. Чем быстрее, тем лучше. Жду не дождусь, диким голосом произнес Кикига. На этот раз один из операторов крикнул. Вождь, к нам приближаются три неизвестные цели. Это ведь не метеориты? Кикига был потрясен. По его мнению, очень немногие могли путешествовать во вселенной подобно им, поэтому его первой мыслью было предположить, что это метеориты. Что-то не похоже. Они летят прямо на нас. Вождь, я прошу ввести состояние боевой готовности. Слишком остро реагируешь. Пробормотал Кикига и махнул рукой. Тогда будь на чеку. Флот очень быстро активировал свое разнообразное оружие и сосредоточенно ждал. Вскоре после этого три космических корабля с псионическим праймом и остальными медленно остановились перед Кикига и их флотом. Настоящие космические корабли? Кикига был потрясен. Как я и подозревал, они действительно могут отслеживать наш маркер и обладают очень передовой технологией. Они тоже могут путешествовать по вселенной. Кикига некоторое время оценивающе рассматривал три космических корабля, а потом вдруг рассмеялась. Чего ты боишься? Посмотри на эти три космических корабля. Насколько сильными они могут быть, когда они такие маленькие? Действительно, космические корабли, на которых находились псионический прайм и другие, выглядели крошечными по сравнению с главным кораблем флота Кикиги. Для Кикиги размеры космических кораблей были прямо пропорциональны их мощности. Кроме того, у них всего три космических корабля. У нас их более чем в 10 раз больше. Мы сможем с легкостью их победить. Чего вы, ребята, паникуете? Стыдобо, Кикига покачал головой. Остальные решили, что в словах Кикиги есть смысл, и почувствовали облегчение. Вождь, что нам теперь делать? Судя по космическому кораблю, ясно, что они из маленькой цивилизации, которая только начала путешествовать по вселенной и не знает, что такое страх, ответил Кикига. Вот почему они осмелились отследить наш сигнал. Хэм, как старшие, мы должны преподать им урок и заставить их ощутить вкус страха. На этот раз оператор улыбнулся и сказал. Вождь, они послали нам сообщение и сказали, что хотят связаться с нами. Услышав это, все рассмеялись и согласились с Кикигой. Лишь цивилизация, которая только начала исследовать вселенную, могла быть такой наивной, что они сказали. Дай-ка подумать. Они сказали, что принадлежат к армии Блэкстера, и велели нам немедленно деактивировать наше оружие и не сопротивляться. Этот человек расхохотался, прежде чем закончил фразу. Как будто все остальные были заражены им, почти все на мостике разразились смехом. Атмосфера в комнате была наполнена радостью. Ха-ха-ха. Кикига не мог удержаться от смеха. Быстро отвечая им, что мы скажем. Спроси их, слышали ли они о нас в Великом космическом корпусе. Ха-ха-ха. Кикига чуть не разрывался от смеха. Армия Блэкстера. Что это за дерьмо такое? Никогда даже не слышал об этом, и все же они думают, что они знамениты. Разве они не знают, что Великий космический корпус является правителем вселенной? Хотеть, чтобы мы перестали сопротивляться и сдались. Я никогда не слышал такой смешной шутки. Кикига хватал ртом воздух и подавлял смех. Эти высокомерные туземцы действительно являются источником радости, всегда заставляя меня смеяться. Не успев договорить, он снова чуть не расхохотался. Вождь, мы должны атаковать? Ха-ха. Уничтожь их. Нет, не убивай. Захватите их и отдайте Великому Императору. Великий Император наверняка сочтет этих парней забавными, Кикига захохотал. Поскольку все безостановочно смеялись, капитан команды операторов почувствовал, как его сердце екнуло, когда он заметил что-то, что они ранее упустили из виду. Когда они вступали в контакт с туземцами в прошлом, с ними совершенно не было никакой возможности общения, так как у них были разные языки. Эти туземцы, несмотря на то, что встретились с нами впервые, почему они знают наш язык? Почему они могут общаться с нами? Он задрожал. Когда он собирался доложить об этой аномалии, эти три космических корабля изменились. Кабина этих трех космических кораблей открылась, и оттуда хлынули черные машины. Внезапно из ниоткуда появилась золотисто-голубая молния и ударила в каждую машину, вызвав ослепительный всплеск света. Что это такое? Улыбка на лицах Кикиги и остальных исчезла, когда они в замешательстве наблюдали за происходящим. В следующее мгновение серебристый луч света мгновенно пронзил щит их главного корабля и его корпус, оставив огромную дыру. Прочная броня космического корабля перед лицом этого энергетического луча не могла быть более хрупкой. Все были ошеломлены. Прежде чем они успели среагировать, сильная дрожь швырнула их на пол. Оглушительный сигнал тревоги зазвенел мгновенно, и огни внутри космического корабля стали красными. У-у-у. Тревога. Тревога. Щит сломан, повреждения корпуса увеличиваются 7-8%, 8-6%, 10-3%. Пожалуйста, примите меры как можно скорее. Пожалуйста, примите меры как можно скорее. Одним ударом защита главного корабля была полностью уничтожена. Кикига даже не пытался подняться. Он сидел на полу, его глаза были полны недоверия, а лицо покрыто отчаянием. Что только что произошло. Глава 828. Военная операция игроков битва между более чем 30 линкорами, построенными с использованием технологии звездной системы, и механическими жизнями, которые получали бонусы механической силы Хансиа через квантовый канал передачи бесконечного расстояния, закончилась нулевой неизвестностью. Сражение закончилось мгновенно. Этот флот Великого космического корпуса был уничтожен, вообще не имея возможности дать отпор. Главный корабль стал фейерверком во Вселенной. Прежде чем взорвался главный корабль, Кикига понял, что ему грозит гибель, и хотел сбежать в спасательной капсуле. Однако спасательная капсула была взорвана на полпути алым пламенем. Сначала он хотел убежать от врагов с его экстраординарными боевыми способностями, но был полностью уничтожен псионическим праймом одним ударом и попал в плен. Псионический прайм и остальные подчинились приказу с полной преданностью, захватив более дюжины высших эшелонов. Что же касается остальных воинов Великого космического корпуса, то они превратились в пепел вместе со своими космическими кораблями. Внутри космического корабля Кикига и группа операторов были связаны электромагнитными цепями и лежали на земле. Тень механических жизней окутала их и заставила так нервничать, что они едва могли дышать. Они смотрели на высокие и большие механические жизни вокруг них и дрожали. Механические жизни не имели выражений, поэтому пленники не могли сказать, о чем думают эти металлические существа. Они понятия не имели, что с ними будет дальше. Лицо Кикиги застыло, он все еще не верил своим глазам. Его мощный флот был уничтожен этими странными созданиями так легко. К тому же, он совершенно не был ровнее этим монстрам. Великий космический корпус уважал сильных. Некоторые из его членов были суперами. Однако эти люди не обладали никакими высокоранговыми сверхзнаниями, поэтому каждый супер был чрезвычайно редок в Великом космическом корпусе и занимал важные посты. Кикига, будучи одним из них, стал командиром дивизии из-за своей боеспособности. Поначалу он был очень уверен в своих силах, но Псионический Прайм полностью испарил эту уверенность и заставил его усомниться в смысле жизни. Что за чудовища были эти металлические существа? За все те годы, что он грабил, он никогда не видел такой жизни. Че что ты такое, черт возьми? Кикига дрожал. Я Псионический Прайм, командир машинного подразделения армии Блэкстера. Псионический Прайм заговорил своим абсолютно бесстрастным электронным голосом. Армия Блэкстера. Кикига уже второй раз за сегодняшний день слышал это название. Он подумал, что это просто кучка туземцев, когда услышал это в первый раз. Но теперь это унижение исчезло вместе с его флотом, оставив ему только панику и страх. Кикига сглотнул слюну. Что это за армия Блэкстера? Как они могли быть такими сильными? Он никогда не слышал названия этой организации и чувствовал, что она чрезвычайно таинственна. Видя, что Кикига ошеломлен и полон ужаса, Псионический Прайм наклонил голову, поднял палец и спустил луч, образовав перед всеми голограмму. На экране изображения и текстовые описания отображали историю армии Блэкстера. Филипп вторгся на вражеский космический корабль задолго до начала сражения. Язык Великого космического корпуса был заранее занесен в базу данных, что в первую очередь позволяло им общаться. Помимо языка, информация, хранящаяся в этом флоте, также была продублирована. Их виртуальная технология перед Филиппом была так же хороша, как если бы ее вообще не было. Он мог делать все, что хотел. Это, когда занавес над армией Блэкстера начал опускаться, глаза Ирты Кикиги и остальных широко раскрылись. Происхождение армии Блэкстера разрушило их мировоззрение. Гадара, ямная звезда, земля кровопролития, цивилизация пурпурного кристалла, багровая династия. Во вселенной так много организаций, почему мы никогда о них не слышали? За пределами класса А. По мнению Кикиги, Атима был самым сильным человеком во всей вселенной. Он даже представить себе не мог, что кто-то может обладать силой намного большей, чем Атима. Поначалу Кикига мечтал, что Атима поведет свою армию и отомстит за них. Однако, только что увидев верхушку айсберга армии Блэкстера, он думал только об Атима. Пожалуйста, не приходи. Они захватили их в плен. Хансиа получил сообщение псионического прайма, командуя своим флотом в исследовании другой ресурсной планеты. Он немедленно просмотрел данные, скопированные Филиппом в базу данных. Просмотрев их, Хансиа удивился. Так я и думал. В этом районе действительно нет скрытой цивилизации звездной системы. Оказывается, что это те идиоты из Великого космического корпуса. Видимо, у них здесь есть подразделение. Хансиа мысленно хихикнул. Итак, цель этой скрытой миссии – они. На этот раз они не встретились с династией, а вместо этого встретились со мной. Им очень не везет. Территория Великого космического корпуса располагалась в основном в центре звездного скопления гору. Согласно обычному ходу исследований, потребуется несколько лет, прежде чем кто-либо прибудет в это место. Однако теперь Хансиа встретил их заранее. После уничтожения одного из их флотов, они определенно не позволят этому легко закончиться. Хотя эти люди не могли причинить никаких проблем ни ему, ни династии, ни в его стиле было оставлять их в покое. Хансиа ходил взад и вперед, задумавшись, заложив руки за спину. Внезапно его глаза сверкнули. Да, эти люди ограбили много планет. У них определенно есть данные об этих планетах. Даже если они уничтожили некоторые из этих планет, все равно останутся руины, которые дают очки исследований. Эта информация очень ценна для династии и может считаться достижением. Если бы он получил эту информацию, общее количество очков исследования его основной сюжетной миссии довольно существенно выросло бы, скорее всего, на целый ранг. Кроме того, это будет считаться большим достижением, и династия вознаградит его за это, сделав его успехи в исследовании более успешными, чем у Земли кровопролития. Это очень хорошая возможность, хотя Великий Космический Корпус был слаб, разведданные, которыми они располагали, были полезны. Он включил коммуникатор и связался через Синека с главным командиром Тараковым. Блэкстар, в чем дело? Тараков был немного шокирован. Обычные вопросы можно было обсудить с Синека, но Хансио пошел прямо к нему. Может быть, он попал в какую-то особую ситуацию? Главный командир, я сделал открытие, медленно произнес Хансио. Несколько дней назад воины моей армии обнаружили поврежденный маркер на планете Пангурус. Он вкратце объяснил ситуацию и затем подчеркнул. Согласно полученным данным, эта организация грабит других людей и ведет активную деятельность в центральной зоне звездного скопления Гору. Похоже, у них довольно большая территория. Насколько я понимаю, планетарная информация в их руках будет очень полезна для наших исследований. Понятно. Тараков задумался, потом кивнул. Если вы не ошибаетесь, это действительно даст нам много информации о нескольких планетах сразу. Это довольно значительное достижение. Ты пропустил Синека и пришел ко мне, потому что хотел попросить меня разрешить тебе начать войну? Хансио не отрицал этого. По законам, установленным династией, они должны были придерживаться мирного подхода при контактах с туземцами. Чтобы начать войну с местными силами уровня звездной системы, династия должна была позволить это. Если кто-то без всякой причины уничтожит туземцев, династия будет недовольна. В конце концов, звездное поле принадлежало династии. Ее союзниками были просто люди, помогающие в процессе добычи. Поэтому для ликвидации Великого Космического Корпуса требовалось одобрение Верховного Главнокомандующего. Только тогда не будет никаких негативных последствий. Хансио не чувствовал никакой вины за уничтожение Великого Космического Корпуса. Эти люди грабили других, чтобы заработать себе на жизнь, и поработили десятки местных рас. По сути это были галактические пираты. Тарраков некоторое время раздумывал, прежде чем заговорить глубоким голосом. Я напишу приказ и передам его армии Блэкстера, представив, что вы делаете это по моему приказу. Я оставляю сбор информации на ваше усмотрение. Нет никакой необходимости щадить этих людей. Хорошо, Хансио кивнул. Я сообщу, что именно армия Блэкстера обнаружила эту информацию. Это ваше достижение, поэтому заслуга, естественно, принадлежит вам. Тарраков улыбнулся и заговорил по-дружески. После паузы Тарраков внезапно сменил тему и сказал многозначительным тоном. Рено находится в середине трех звездных скоплений, которые будут исследованы на первом этапе. Его географическое положение превосходно и выглядит как самые богатые. Поэтому высшие эшелоны династии уделяют наибольшее внимание развитию звездного скопления Рено. Зачем вдруг упоминать о другом звездном скоплении? Разве Рено не является разведывательным районом земли кровопролития? Хансио на мгновение остолбенел. Что касается звездного скопления гору, продолжал Тарраков, то из-за того, что оно имеет довольно большое количество пустынных поясов Вселенной, высшие эшелоны династии возлагают на него самые низкие надежды. Именно поэтому все меньше людей предпочитают исследовать звездное скопление гору. Однако, если исследование гору пойдет очень хорошо, это будет приятным сюрпризом для династии. Хансио понял, что Тарраков пытался донести до него. Тарраков сливал крошечную часть внутренней информации династии и давал ему напоминания. Династия уделяла Рено самое пристальное внимание и возлагала на него самые большие надежды, а это означало, что земля кровопролития должна была добиться большего, чтобы оправдать их ожидания. Однако это было бы приятным сюрпризом, если бы его исследование гору не было слишком ужасным, так что заработать заслуги для него было бы сравнительно легче. Тут были и плюсы, и минусы. Видя, что Хансио задумался, Тарраков улыбнулся и отошел от этой темы. Помимо желания построить хорошие отношения с Хансио, он напомнил Хансио также поощрять армию Блэкстера. Это была одна из его обязанностей как главного командира. Немного поболтав, они закончили разговор. На этот раз на интерфейсе Хансио появилось уведомление. Миссия координатный маркер неизвестного происхождения завершена. Вы получили 3 000 000 опыта и 70 личных очков исследований. Вы получили один осколок способности «Смелый исследователь». Для слияния необходимы два осколка. С одним осколком начало уже положено. Я должен попытаться достать второй осколок. Хансио был счастлив. Это был очень приятный сюрприз. Кленовой луне действительно очень повезло. На этот раз на интерфейсе появилось больше уведомлений. Вы запустили миссию фракции «Уничтожить великий космический корпус». Описание миссии. Великий космический корпус – это грабительская организация в звездном скоплении Гору. Злая и беззаконная. Настоящим я прошу армию Блэкстера ликвидировать эту организацию. Главнокомандующий исследовательской армии династии Тараков. Совет. Это субмиссия мерцающего мира и она будет вознаграждена очками исследований. Совет. Это миссия серии фракций. Во время этой миссии вы можете выполнить следующие требования. Уничтожьте врагов и убейте 10 обычных воинов Великого космического корпуса. Награда. 750 000 опыта и 3 очка исследований. Устраните врагов 2. Убейте 10 элитных воинов Великого космического корпуса. Награда. 1 500 000 опыта и 6 очков исследований. Устраните врагов 3. Убейте 10 операторов космических кораблей. Награда. 2 000 000 опыта и 9 очков исследований. Уничтожить корабли и уничтожить один вражеский сторожевой линкор. Награда. 3 600 000 опыта и 12 очков исследований. Ловишь бандитов, начинай с главаря и убейте один бойца высокого уровня. Награда. 5 500 000 опыта и 25 очков исследований. Ловишь бандитов, начинай с главаря 2. Убейте один вождя. Награда. 7 000 000 опыта и 30 очков исследований. Ловишь бандитов, начиная с главаря 3. Убейте великого императора Тима Награда. 22 000 000 опыта и 60 очков исследований. По окончании миссии, в зависимости от количества выполненных целей, будет дан рейтинг и бонусные награды. Хансио полагал, что эта миссия фракции была дана всей армии Блэкстера, а это означало, что другие игроки армии также смогут принять ее. Хансио первоначально планировал послать свои войска машин, чтобы уничтожить Великий Космический Корпус, но передумал. Поскольку игроки были в состоянии принять эту миссию, он оставит ее игрокам. Потратить немного больше времени не было проблемой. Этот Великий Космический Корпус не был особенно силен, поэтому он очень подходил для того, чтобы с ним разобрались игроки. Средняя сила игроков постепенно росла, поэтому он планировал позволить игрокам уничтожить Великий Космический Корпус. Кроме обеспечения космическими кораблями, он не собирался позволять ни одному НПЦ принимать участие в этой операции. Это будет первая военная операция только с игроками. Таким образом, игроки получат лучший опыт в изучении мерцающего мира. В конце концов, по сравнению с чисто разведкой, большинство игроков предпочитали сражаться. Люди Великого Космического Корпуса были ходячим опытом, поэтому Ханси рассматривал возможность позволить игрокам устранить их, как поливку своего лука пария. Это была еще ранняя стадия версии 3.0, так что игроков максимального уровня еще не было. Кроме того, после войны игрокам придется пополнять свои боеприпасы и ремонтировать свое снаряжение, что будет стоить денег. Ханси никогда не игнорировал армейский бизнес с боеприпасами, и он собирался сделать на этой войне состояние. Мне придется заставить врагов собраться и атаковать первыми, чтобы это заняло меньше времени. Ханси связался с Филиппом и сказал несколько слов псионическому прайму. Центральный район Звездного Скопления Гору, штаб Великого Космического Корпуса. Ви Великий Император, мы потеряли контакт с командой вождя Кикиги, дрогнувшим голосом произнес наместник, поспешно подойдя к трону Атима. В глазах Атима мелькнул холодный огонек. Что случилось? Тихо спросил он. Они планировали вторгнуться в расположение маркера, но встретили вражескую команду на полпути и были уничтожены. Осторожно сказал заместитель. Эти враги называют себя армией Блэкстера, и они послали сообщение. Армия Блэкстера, нахмурился Атима, что они сказали. Помощник шерифа, дрожа, прокрутил это сообщение на экране. На экране появился псионический прайм, а Кикига дрожал на полу у его ног. Я командир механической армии и армии Блэкстера, псионический прайм. Слушайте внимательно, люди Великого Космического Корпуса. Армия Блэкстера захватит всю вашу территорию, убьет всех ваших воинов и заберет у вас все. Скажите своему вождю Атима, что наш командующий армией будет пить вино из его черепа. В тот момент, когда фраза закончилась, рука псионического прайма превратилась в сверкающий псионической энергии клинок и пронзила шею Кикиги. Пуч хлынула кровь, голова Кикиги покатилась по полу, а его обезглавленное тело рухнуло на пол все еще дрожа. Псионический прайм бесстрастным тоном произнес. Приготовьтесь к войне. Затем экран почернел, и сообщение подошло к концу. Сначала Атима смотрел на эту запись с безразличным лицом, но когда голова Кикиги была отрублена прямо у него на глазах, его глаза слегка блеснули. Великий Император, это провокация, что же нам делать? Атима медленно поднялся. Собери все флоты, воинов и вождей. Голос Атима был холоден. На этот раз я лично возглавлю атаку. Если они хотят войны, я дам им войну. Информационное сообщение миссия координатный маркер неизвестного происхождения завершена. Кленовая луна формила в подземельях с Банхиддагом и другими и сражалась с боссом, когда на ее интерфейсе внезапно появилось уведомление о завершении миссии. Она была потрясена, и ее движения на мгновение застыли. Прошло всего несколько дней, а миссия уже завершена. Я еще даже ничего не сделала. Кленовая луна была потрясена. Она передала маркер армии, как и было предложено миссией. Было ясно, что это произошло благодаря фракции. Отдать предмет армии было действительно правильным выбором. Не стой просто так. Контролируйте поле. Босс швыряла рущего Банхиддагадок. Кленовая луна полностью проигнорировала его, глубоко задумавшись. Последние несколько дней она только об этом и думала. Задача этой миссии состояла лишь в том, чтобы установить контакт с неизвестной силой, а это означало, что в ней определенно будет что-то еще. Она тут же открыла список миссий фракции. Как она и ожидала, действительно появилось больше миссий и даже больших побочных миссий, распределенных династией. Великий космический корпус, такое дурацкое название. Это грабительская организация. Задача миссии – ликвидировать эту организацию. Похоже, это будет групповое задание. Определенно будет участвовать много людей. Кленовая луна задумалась. Помоги мне. Босс прижал Банхиддага к земле и бил его по лицу снова и снова. Банхиддаг мог выкрикивать только один слог за раз в промежутке между ударами. Его зов о помощи имел постоянный ритм. В конце концов, когда его последние остатки здоровья исчезли, Банхиддаг превратился в белый свет и умер. Кленовая луна наконец-то собралась с мыслями и посмотрела вверх. Она выбросила тонну сжатых шаров, и поле заполнили машины. Большое количество машин утопило этого босса. Вскоре после этого босс, у которого была половина здоровья, был побежден одной лишь кленовой луной. Поиграв в течение трех версий, она поняла, что была довольно талантлива в этом аспекте, и ее навыки пвп становились все сильнее и сильнее. Кроме того, эта версия была мощным периодом для класса механиков, поэтому фарм подземелий был намного проще. Механики выше стого уровня приветствовались большинством команд подземелий. Группа вышла из подземелья и вернулась на военный корабль. Почему ты отвлеклась? Банхиддаг жаловался. Мне пришлось воспользоваться одним воскрешением. Посмотри на задание фракции. Банхиддаг открыл интерфейс фракции и увидел миссию уничтожить великий космический корпус. Удивленный, он открыл форумы и понял, что игроки армии уже вне себя от радости. Хотя исследование основной сюжетной линии миссии было наполнено неопределенностями и было довольно интересным, игроки проводили большую часть своего времени на космических кораблях и почти не имели возможности сражаться. Большинство игроков жаждали драки и могли использовать для этого только подземелья. Теперь, когда появилась возможность сразиться в главной сюжетной миссии, все игроки армии были в восторге. Уничтожение целой организации звучало как довольно крупная миссия. Глава 829 Армия Блэкстера Неплохо в звездной системе Джератон звездного скопления Рено Исследовательская группа Альянса Земли Кровопролития и Королевства Клендшак за шагом выполняла свой план, медленно окрашивая серые области на звездной карте в зеленый цвет. Постепенно строилась внутренняя сеть звездных врат первой звездной зоны. Исследования планет завершались одна за другой. В базу данных были добавлены подробные данные. Там, где они проходили, оставались тонны космических буев. Исследование Земли Кровопролития было гладким и мирным. В звездной системе Джератона было довольно много ресурсных планет, но они еще не встретили ни одной местной цивилизации. Последние 10 дней Хибер был очень свободен. Большой флот действовал по плану и не нуждался в его командовании. Поэтому он нашел неподвижную звезду, чтобы тренировать свою энергию. Хибер шел по поверхности горячей красной неподвижной звезды в этой звездной зоне. Энергия неподвижной звезды в десятках миль от него образовала движущийся вихрь, вращающийся вокруг него. Под воздействием энергии его клетки поглощали мощное излучение вокруг него и превращали его в свою энергию. На его коже появились белые яркие энергетические пятна. Ху. Хибер глубоко вздохнул. Он топнул ногой по земле. Огромная сила превратилась в пульсирующую ударную волну, и энергетический вихрь вокруг него мгновенно разрушился. Покрытый густым энергетическим пламенем, Хибер оторвался от мощного гравитационного притяжения неподвижной звезды и взлетел вверх, как луч света, устремленный в космос. Очень скоро он покинул неподвижную звезду и вернулся к ожидающему его флоту. Хибер вошел в космический корабль и небрежно надел плащ. Затем он взял коммуникатор у своего подчиненного. Это было послание от Клента. Ваше превосходительство, тиран, мы только что получили известие, что главнокомандующий отдал приказ армии Блэкстара ликвидировать туземную организацию. Напасть на туземную организацию? Шаги Хибера замерли. Законы династии о разведке запрещают случайное применение насилия. Наши люди на планете Маяк слышали, что ситуация, с которой столкнулся Блэкстар, особенная. Это местная организация, грабители в центре звездного скопления. Люди армии Блэкстара обнаружили их случайно. Династии нужна планетарная информация, которой обладает эта местная организация, поэтому главный командующий позволил армии Блэкстара уничтожить их. Хибер слегка нахмурился. Пока они стабильно продвигались вперед, армия Блэкстара уже ушла в джунгли. Если армия Блэкстара получит информацию, накопленную местной организацией, это будет весьма значительным достижением. Поначалу он думал, что звездная система, которую они исследуют, богаче, и результаты их исследований определенно превзойдут результаты армии Блэкстара. Хибер покачал головой. Он не хотел видеть, как армия Блэкстара добьется этого, но ему ничего не оставалось, кроме как наблюдать. Он не мог сдержать вздох. На этот раз человек из Клента сказал, «Ваше превосходительство, тиран, у нашего командира есть смелая идея». «Снова напасть на Блэкстара?» «Совершенно верно. Мы планируем сделать». «Достаточно», — перебил его Хибер, прежде чем тот успел договорить. «Я заключил соглашение о прекращении огня с армией Блэкстара. Я не хочу связываться с ними сейчас, и ты тоже не должен». «Это бессмысленно». Затем он повесил трубку. Королевство Клент еще не сдалось. Они не хотели, чтобы их враг армия Блэкстара успешно добилась такого успеха. Хибер не хотел, чтобы Клент тащил его вниз. Командир, посланный Клентом на этот раз, когда-то был радикальным сторонником тайной войны, поэтому он питал большую ненависть к Хансиа. То, что он хотел сделать, было отбиранием вклада армии Блэкстара и разрушением самого Блэкстара, что не только имело ничтожные шансы на успех в глазах Хибера, но и вызвало бы негодование Блэкстара и династии. Кроме того, это не сильно повлияет на армию Блэкстара, если вообще повлияет. Рисковать не стоило. В мерцающем мире Хибер действительно не желал сражаться с Блэкстаром. С таким огромным тортом лучше всего было бы просто исследовать свою собственную территорию. Если он и армия Блэкстара начнут доставлять друг другу неприятности, это принесет только пользу другим союзникам династии, которые придут на разведку в будущем. В предыдущей жизни Хансиа, когда игроки вошли в мерцающий мир в версии 4.0, исследование многих звездных скоплений уже было завершено. Тонны внешних сил вошли и сражались друг с другом, так что у игроков было много возможностей подраться. Теперь ситуация изменилась. Сейчас это была только версия 3.0. Благодаря Хансиа игроки смогли принять участие в сюжетной линии мерцающего мира на одну версию раньше, что также означало, что окружающая среда будет другой. На ранней стадии исследования существовали только династия и ее союзники, которые все были на одной стороне. Поэтому игрокам не хватало боевой сюжетной линии и у них было мало шансов сразиться. Поэтому, когда появилась миссия уничтожить Великий Космический Корпус, все игроки, которые исследовали мерцающий мир с армией Блэкстера, приняли участие в этой групповой операции. В этой миссии не было максимального лимита участников, поэтому большинство игроков решили принять миссию. Хансиа был доволен этим. Поскольку игроки были в настоящее время в разных исследовательских командах и были довольно разделены, он небрежно организовал тысячи космических кораблей, чтобы собрать этих игроков в экспедиционный флот. Поскольку для того, чтобы добраться до центральной части звездного скопления гору, потребуется довольно много времени, Хансиа не планировал заставлять игроков ждать в космических кораблях, это было бы пустой тратой качественного труда. Он планировал позволить этой экспедиционной группе исследовать планеты на пути к максимальной эффективности. Чтобы облегчить возвращение игроков, им также приходилось по пути строить звездные врата. Таким образом, план разведки армии Блэкстера также изменился. Большая группа медленно исследовала пограничную звездную систему. Первая специальная оперативная группа во главе с Хадави строила маршрут с юго-звездного скопления на восток, а экспедиционная группа строила маршрут с юго-звездного скопления к центру. Когда солдаты армии были разделены на три группы, Хансиа приказал Сильвии, находившейся в штабе расколотого звездного кольца, быстро отправить второй флот, чтобы восполнить нехватку живой силы. После роста в течение двух версий, игроки теперь имели силу класса В, миллионы игроков армии считались достаточно сильными. Хансиа не волновался. По мере обновления версий игроки становились сильнее. Постепенно их заметит вся вселенная. После отправки команды игроков экспедиции, Хансиа оставил их в покое. Он исследовал ресурсные планеты одну за другой в соответствии с планом, расширяя свою технику, пока у него было время. Поскольку еще две звездные зоны были полностью исследованы, один месяц прошел спокойно. В этот день Хансиа наконец получил сообщение Филиппа о том, что экспедиционная команда игрока наконец-то встретилась с разведывательными войсками Великого космического корпуса. Команда, которая встретила разведывательные войска, была командой игроков, которая развертывала космические бои. Это был всего лишь небольшой разведывательный корабль с примерно тремя сотнями игроков, в то время как у противника было три линкора. Сражение вспыхнуло мгновенно. Как только эта разведывательная группа обнаружила этих игроков, они без единого слова бросились вперед, планируя захватить врагов и допросить их для получения информации об армии Блэкстера. Выстрелы попали на щит этого мини-разведывательного корабля, вызвав системную оценку, в то время как мерцающий щит не пострадал. Тревога. Космический корабль подвергается нападению. Оставшаяся энергия щита 97,1%. 99,7% заряд завершен. Оценка уровня угрозы. Оценка завершена. Огневая мощь противника не способна пробить щит. Уровень угрозы крайне низок. Сотни игроков внутри космического корабля обменялись взглядами. Космические корабли армии Блэкстера использовали полноценную технологию звездной системы, а некоторые даже имели стандарты звездного скопления, такие как энергетическое ядро, оружие и щит. В сравнении с этим космические корабли великого космического корпуса были слишком отсталыми. Без огромной разницы в количестве они не представляли бы никакой угрозы для космических кораблей армии Блэкстера. Ближний бой. Именно то, чего хотели игроки. Когда три вражеских разведывательных корабля приблизились и собирались соединиться с их кораблями, более 10 штурмовых кабин выстрелили из борта этого мини-разведывательного корабля, вгрызаясь в три вражеских космических корабля. Игроки, находившиеся в штурмовой кабине, выскочили наружу и устроили на вражеских кораблях бойню. Эти игроки почти все были выше 100 уровня, в то время как люди на вражеских кораблях были обычными людьми. Вскоре после этого сотни игроков уничтожили врагов внутри этих кораблей и захватили три космических корабля. С другой стороны, Тима тоже получил эту новость. Однако он не получил видеоинформации, которую должна была передать разведгруппа. Сила армии Блэкстера все еще оставалась ему неизвестна. Перед тем, как потерять контакт, разведгруппа передала назад тот факт, что они встретили врагов, и связь была прервана сразу после этого. Мы не знаем, как они сражаются со своими врагами, растерянно сказал помощник. Как с Кикигой? Атима прищурился, и в его глазах промелькнул редкий оттенок беспокойства. Квантовые технологии противника могут намного превосходить наши. Прежде чем разразилась битва, Филипп вторгся в искусственный интеллект противника и силой заблокировал его связь, как в тот раз, когда Кикига встретился с псионическим праймом. Поэтому Атима до сих пор не знал, сколько у армии Блэкстера космических кораблей и людей. С другой стороны, Филипп знал, где находятся войска Атима, и приказал экспедиционной группе двигаться прямо в этом направлении. Какой бы ни была война, важность разведки никогда нельзя было игнорировать. Виртуальная технология армии была намного выше, и Великий космический корпус был практически слеп по сравнению с ней. С тех пор, как он начал править вселенной, Атима никогда не встречал врага, который бы давил на него. Однако эта армия Блэкстера, появившаяся из ниоткуда, поколебала его уверенность. Это мог быть самый сильный противник, которого он когда-либо встречал. Армия Блэкстера неплохо, твердо произнес Атима. Я могу назвать тебя самым сильным противником. Однако, столкнувшись с моим флотом, ваш конец будет таким же, как и у остальных. Атима был чрезвычайно уверен в себе. Он привел с собой все свои космические корабли, в общей сложности 100 тысяч боевых кораблей. Это был флот, который он накапливал на протяжении многих лет, и это было то, что давало ему уверенность в том, чтобы править вселенной. С его точки зрения, такой огромный флот мог уничтожить любого врага. Глава 830. Окружение класса бедствия после встречи с разведывательными войсками экспедиционные силы реорганизовали свои войска и скорректировали направление движения в сторону флота Атима. В то же время флот Атима также направился к разведывательным войскам, и обе стороны приближались друг к другу, а расстояние между ними быстро сокращалось. Проведя два дня в гипердрайве, оба отряда наконец встретились в одном из регионов вселенной. Наконец-то мы нашли нашего врага. Игроки в экспедиционных войсках смотрели на большой флот линкоров за окном, и все приходили в возбуждение. Игроки разделились на группы, и различные крупные гильдии не были исключением. Различные профессиональные команды сформировали свои собственные отряды, а основные члены гильдий сформировали защитный слой вокруг профессиональных игроков. Это было сделано не для того, чтобы защитить их, а чтобы помочь их собственной команде схватить босса. Уничтожить Великий Космический Корпус являлась миссией фракции, и у миссии имелось много требований. Ребования, которые давали лучшие награды, включали убийство боевых отрядов противника и уничтожение их лидеров. Тем не менее, целей миссии было ограниченное число. Особенно это касалось Великого Императора Атима, который был всего один. Это была не одиночная миссия игрока, но только одна сторона могла разделить награду. Каждый клуб хотел помочь своим профессиональным игрокам получить самую высокую награду. Игроки Династии, Храма Бога, Длинного Еба и Жареных Баклажанов с Рыбой были в своих командах, и три столпа Длинного Неба в данный момент обсуждали свою стратегию. Сонная Зима погладил свой подбородок и сказал, Согласно уровням наград, вражеский лидер Атима должен обладать боеспособностью супер-класса А, мы можем использовать только цифры, чтобы сокрушить его. Если это так, сказал Жареный Рис, то группа, которая сделает первый шаг, будет в наибольшей опасности. Если мы хотим вырвать добычу, то нам лучше молча наносить урон и позволить другим привлечь агробосса. Награду получит только та сторона, которая нанесет наибольший урон. Если нас в конце концов убьет босс, то потребуется слишком много времени, чтобы вернуться после пробуждения. Мы можем наносить урон только в том случае, если мы еще живы. Хаотянь кивнул. Согласен. На другом космическом корабле Бешеный Меч тоже собрал группу со своей командой и даже привел с собой Кленовая Луна. У них были довольно хорошие отношения. Бешеный Меч смотрел за окно на ряды линкоров, выстроившихся в красивую линию. Было очевидно, что все гильдии собираются вместе, и между ними и обычными игроками существовала разительная разница. Увидев это, Бешеный Меч покачал головой и сказал. С таким количеством гильдий, пытающихся схватить босса, я думаю, что у нас нет большой надежды на успех. Пока мы не умрем, сказал вице-капитан Ривервейла. Злой Меч, мы не можем проиграть в плане урона. Такой босс не будет просто стоять и ждать своей смерти. Сторона, которая нанесет наибольший урон, также столкнется с наибольшей угрозой и привлечет наибольшие агро от босса. Если это так, то у нас есть шанс продержаться до самого конца. Все игроки имели некоторый опыт и знали, что в галактике чрезвычайно трудно иметь дело с боссами. Для обычного игрока ситуация битвы менялась каждую секунду, и редко кто мог контролировать агробосса. Вместо этого человек с наибольшим уроном будет целью босса, и сцена битвы очень чрезвычайно реалистичной. Таким образом, агро могло чрезвычайно легко выйти из-под контроля, сражаясь с боссом, и они должны были быстро реагировать, чтобы не случилось. Кленовая луна сидела рядом с улыбкой на лице, и в своем сердце она чувствовала удовлетворение. Можно сказать, что эта крупномасштабная война была начата ею в одиночку. Она была той, кто запустил сюжетную линию и вызвал эту экспедиционную миссию. Таким образом, у нее было сильное чувство достижения и в душе она испытывала удовлетворение. Поскольку именно она инициировала эту миссию, у нее была дополнительная миссия по сравнению с другими игроками. Она сможет получить бонусное вознаграждение после того, как Великий Космический Корпус будет уничтожен, что включало большое количество опыта очков исследований, 300 очков вклада Багровой династии и 1000 очков вклада армии Блэкстера. Вероятно, это была награда за передачу инструмента миссии династии. Вознаграждение от этой миссии было чрезвычайно богатым, и после некоторых вычислений Кленовая луна почувствовала, что после миссии она может стать игроком самого высокого уровня. Среди русских и австралийцев водка и капитан Старый Генри тоже подумывали о том, чтобы схватить босса. Хотя профессиональные игроки их собственного клуба не следовали за ними, если бы они могли помешать китайским профессиональным игрокам урвать награду босса, это было бы сродни помощи их собственным профессиональным игрокам. Хотя российские и австралийские игроки понесли некоторые потери на планете Пангурус, у них все еще оставались обязанности, и они не хотели позволить китайским игрокам пользоваться всеми преимуществами прямо у них на глазах. В то же время Тима наблюдал за флотом армии Блэкстера. У противника всего 10 тысяч боевых кораблей, а у нас абсолютное численное преимущество, сказал вице-командир. А Тима медленно кивнул. У него было 100 тысяч боевых кораблей, в 10 раз больше, чем у противника. Однако Тима все еще был потрясен тем, что армия Блэкстера могла иметь целых 10 тысяч боевых кораблей. На его памяти, каждый линкор требовал большого количества ресурсов и времени для строительства. У самой могущественной расы, которую он встречал, было всего несколько сотен боевых кораблей. Первоначально он думал, что квантовая технология армии Блэкстера была единственным преимуществом, которое они имели, но никогда не ожидал, что флот армии Блэкстера также не будет слабым. Не удивительно, что они перекрыли информацию. Они не хотели, чтобы я узнал, что у них такой большой флот, и хотели застать меня врасплох. А Тима ощутил затяжной страх. Чтобы собрать полные 10 тысяч боевых кораблей, противник должен был послать все свои силы. К счастью, он также вывел весь свой флот. Если бы он, как обычно, послал несколько дивизий, то наверняка попал бы в беду. Принять меры лично для него оказалось самым правильным выбором. Глаза Атима загорелись, и он медленно произнес, «Я хочу поговорить с их лидером». В его глазах это была тотальная война между обеими сторонами. Командующий армией Блэкстера был чрезвычайно загадочной фигурой и никогда не показывался. Атима хотел посмотреть, что это за фигура, предводитель армии Блэкстера. На самом деле под его командованием находилось 10 тысяч боевых кораблей, и Атима считал, что такой человек имеет право говорить с ним. Через мгновение вице-командир пробормотал, запинаясь. Другая сторона отклонила нашу просьбу. Они кка сказали, что они сказали. Глаза Атима сузились. Они сказали, что вы не имеете права разговаривать с их командующим армией. Атима расхохотался и ничуть не рассердился. «У меня нет на это прав. У кого может быть больше прав, чем у меня? Плевать, так как они скоро умрут. Нет необходимости быть такими расчетливыми». Атима покачал головой и потерял всякий интерес к собеседнику. Затем он медленно произнес. «Атакуйте, уничтожьте их всех». Когда был отдан приказ, 100 тысяч линкоров открыли огонь в унисон. Атима думал, что он станет свидетелем сцены, когда враг будет жестоко искалечен огневой мощью его флота. Однако развернувшаяся картина по-настоящему потрясла его. Когда пламя пушечного огня отступило, ни один из 10 тысяч вражеских линкоров не был уничтожен. Хотя враг был меньшей численностью, вместо того, чтобы оказаться уничтоженными, они окружали его флот. В следующее мгновение 10 тысяч вражеских линкоров ускорили ход, и поскольку их скорость была намного выше, чем у линкоров его великого космического корпуса, войска Атима не смогли вовремя среагировать. 10 тысяч вражеских линкоров прорвались сквозь их строй и вступили с ними в бой на близком расстоянии. Это был боевой метод, который игроки любили больше всего, и они не хотели использовать свои боевые корабли, чтобы уничтожить врага, так как они не смогут получить таким способом опыт. Игроки поднимались на борт вражеских линкоров, используя штормовые кабины, и убивали членов вражеских линкоров. Вражеский огонь не смог пробиться сквозь щиты армии, и игроки возбужденно бросились в окружение врага, с единственной мыслью в голове. Мой несравненный клинок будет танцевать в рядах врага. Большинство игроков не испытывало такого удовольствия от того, что их фракция имеет абсолютное технологическое превосходство и может свободно убивать врага. 10 тысяч линкоров ворвались прямо в ядро вражеского флота и были совершенно неудержимы, когда прорвались сквозь вражеский строй. На флагмане Атима резко встал и сорвал с лица маску. Выражение его лица сильно изменилось, и на нем появилось недоверие. Их оружие было совершенно бесполезно против врага. Приходили одно донесение за другим о том, что он потерял 20 тысяч линкоров всего за один короткий миг. Однако ни один вражеский линкор не был уничтожен. Это невозможно. Как может быть такой большой технологический разрыв? Как они все могут быть суперами? У Атима уже не было прежнего хладнокровия и уверенности, когда он понял, что ударился о металлическую стену. Враг был цивилизацией, которая была даже более развитой, чем его, и могла легко уничтожить их. Он слишком долго беспрепятственно бродил по этой части вселенной и слишком долго не встречал противника, способного представлять для него угрозу. Он уже забыл, что значит чувствовать страх и уважение. Однако сцена уничтожения его линкоров одного за другим снова вызвала чувство страха в его сердце, когда он начал неудержимо дрожать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok